В студии Репортер продолжает свою работу. Меня зовут Виталий Хемий. Здравствуйте. Представляю своего сегодняшнего собеседника. С удовольствием представляю Александр Копотнюковский, представитель Савранского районного совета. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим с представителем, так сказать, глубинки, представителем Одесской области, в преддверии от обительного сезона. Важная тема и в областном свете, и в областной администрации. В последнее время уделяют очень много разговоров, совещаний по этому поводу. Первый вопрос. С чем Савранский район подходит к первым осенним холодам? Район специфический, район практически не газифицирован. Много вопросов у наших телезрителей. Как обстоит подготовка к Северному? Я немножко вас исправлю. Мы не в принципе не газифицированы, мы вообще говорим об отсутствии газа как альтернативного вида топлива. У нас нечего выбирать. И в этом отношении я всегда говорю, что Савранский район намного далеко впереди, потому что мы испокон веков отапливаемся твердым топливом, и о газе в нашем районе не слышали. В принципе, к отопительному сезону Савранский район подходит традиционно, с одними и теми же проблемами, решаем их в силу возможностей. В целом могу охарактеризовать, что в этом году вся социальная сфера вовремя была обеспечена и дровами, и углем. И как минимум до начала января мы говорим о том, что у нас полностью все объекты обеспечены энергоносителями. Единственное, что особенностью отопительного сезона 2017-2018 годов, я бы отметил то, что мы напрямую зависим от конъюнктуры рынка, которая складывается в сфере торговли углем. Если еще несколько лет назад, когда была мирная ситуация на Донбассе, никто даже не подозревал, что могут быть настолько высокие цены на уголь, или могут быть перебои с поставками, то сейчас, к сожалению, нам приходится констатировать, что это становится нашей обыденностью, и не всегда даже проверенные поставщики угля могут своевременно обеспечить поставку и в том объеме, которым нужен. Особенно после введения блокады Донбасса мы говорим практически о том, что наши котельные не будут получать антрацитовую группу угля, что в свое время составляло, по сути, это было в норме отапливаться антрацитом, он был по приемлемой цене. Сейчас мы говорим только о тех сортах угля, которые остались на подконтрольной украинским властям территории Украины. Это газовые группы, и калорийность их существенно ниже, зольность выше, но в силу определенных обстоятельств мы не можем говорить о более высоком качестве угля, которые вы прекрасно понимаете. Вторая проблема, которая тоже непосредственным образом затронула наш район, возникли обстоятельства, при которых существенно увеличилась стоимость дров. Как бы это ни парадоксально звучало, для самого лесистого района Одесской области, но проблема такая существует. С чем она связана? Вы помните, наверное, широкую информационную кампанию, которая разворачивалась в нашей стране по поводу запрета вырубки леса, показывали красивые картинки эшелонов, которые уходят в западном направлении. Действительно, эта проблема существует, и существовала, и существует, но от новшеств законодательных пострадал в том числе наш район. Чем это связано? Были запрещены так называемые сусильные вырубки лесу, когда в целях санитарного сохранения здорового леса вырезались определенные площадки. Сейчас есть только в Иберкове рубки, что приводит к существенному уменьшению количества вырезаемого дерева, а соответственно уменьшается предложение. При том, что спрос постоянный есть, потому что у нас все население района отапливается преимущественно дровами, и социальная сфера – это дрова и плюс уголь. Соответственно, из этого мы делаем вывод, что отопительный сезон 2017-2018 годов будет для нас непростым, ввиду резкого увеличения стоимости энергоносителей и их по объективным причинам дефицита. Я так понимаю, что давайте остановимся на теме дров, как раз вы уже ее затронули, лес должен быть сохранен в каком-то виде. Но есть, я так понимаю, деревья, определенная площадь Савранского, частичное лесничество, которое можно использовать в промышленных целях. Я так понимаю, поясните нашим зрителям, чтобы не было переживаний и интимуаций, и натолкований, что вот Савранский лес тоже может пойти под вырубку. Ну, безусловно, здесь нужно отличать правду от того массива информации, которая выливается в СМИ. Если говорить более профессионально, я не являюсь лесником, вам, может быть, стоило бы пригласить специалиста, который бы вам более детально объяснил, но лес – это живой организм. И, как и любой живой организм, у него есть определенные биологические часы, когда его садится, когда он взрослеет, и время приходит, когда его нужно убирать. Деревья не могут быть вечны. И по заверению наших специалистов, я делаю ссылку на специалистов Савранского лесхоза, значительная часть нашего леса требует сейчас санитарной зачистки, потому что деревья, которые уже достигают определенного возраста, они склонны к определенным болезням, которые есть специфические, мы не будем называться подробностями. Это да, это понятно. И любое больное дерево, оно потенциально может заразить деревья, которые находятся вблизи него, которые могли бы быть спасены. И вот мы говорим о санитарных вырубках леса. Если это раньше проводилось определенными массивами, то есть если есть вспышка какой-то инфекции или какой-то болезни, можно было принять превентивные меры, и лес будет сохранен. Сейчас, опять же, по заверению специалистов, введена очень сложная система. Буквально нужно получать чуть ли не разрешение из Киева для того, чтобы сделать это. И вы понимаете, теряется драгоценное время, и в последующем просто большие площади леса будут охвачены тем или иными болезнями, и все равно они будут утрачены. Что касается постоянных разговоров, что вот скоро там в Савране не останется леса, и что все уйдет в топку, на самом деле это по большей части инсинуации, потому что лес всегда в Савране был, он есть, и та часть леса, которая уходит на дрова для обеспечения тепла в домах жителей этого района, это очень малый процент от того, что у нас есть. В целом у нас порядка 12 тысяч гектар леса, он находится под охраной государства, ежегодно проводятся новые высадки деревьев, то есть лес омолаживается, высаживаются новые деревья. Поэтому, как я сказал в начале, к лесу нужно подходить как к живому организму. Приходит время убирать старое и заполнять образовавшиеся пустыри новыми деревьями. Когда мы говорим об отопительном сезоне, мы должны понимать, что в первую очередь нас интересуют такие социально важные объекты, как больницы, детские сады, школы. Савранский район в прошлом году, или даже в позапрошлом, стал пилотным, в котором проводился такой процесс, как энергоэффективность, энергоаудит. Насколько я помню, даже на уровне кабинета министров отметили работу вас, ваших коллег. Насколько я понимаю, энергоаудит, это проверка специальной компании, того, чтобы теплоноситель не отапливал воздух, а отапливал сугубо помещения, в которых лечатся люди, учатся дети. Расскажите о последних достижениях и что планируется сделать для эффективности подобных учреждений образовательных, социальной сферы в будущем, чтобы закупалось угля столько, сколько надо, и дров тоже столько, сколько надо. Да, действительно, два года назад была проведена очень серьезная комплексная работа, результатами которой мы пользуемся до сих пор, и эти результаты еще будут служить не один год. В практическом плане проведенный энергоаудит позволил нам первыми в Украине выйти на рынок энергосервиса, и я вам хочу сказать, что буквально несколько месяцев назад мы подводили итоги и презентовали наши результаты на ежегодном энергетическом форуме в Киеве, где с трибуны было официально заявлено, что при ожидаемых результатах 8% экономии потребления энергоносителей за первый год, мы в среднем получили результат порядка 40%. Это такая неожиданная фантастическая цифра объясняется тем, что был применен комплексный подход, вышли далеко за рамки реализуемого энергосервисного договора, учитывая, что это все-таки экспериментальное, это первое, и взоры всей страны были прикованы к этому объекту, и в данный момент буквально в эти дни активно идет реализация второй фазы данного договора, и он на полную мощность должен заработать именно в этот отопительный сезон. Поэтому мы с нетерпением ждем уже результатов, увидеть на практике, к какой же экономии мы на самом деле придем. Что касается других объектов, то безусловно результаты проведенного энергоаудита позволили нам привлечь как финансирование из местных бюджетов, так и областного бюджета. В одной из школ был полностью проведен капитальный ремонт системы отопления, это начиная от котельной, заканчивая радиаторами теплотрассы и радиаторами в каждом классе. Теперь это абсолютно, с точки зрения потребления энергоносителей, это один из самых современных объектов у нас в районе. Эаудиты, которые легли в основу изготовления проектно-сметной документации по ремонтам, сейчас используются повсеместно и у нас есть достаточно амбициозные проекты по модернизации центральной районной больницы, установка коллекторов, установка солнечных панелей для обеспечения полностью автономного энергопотребления, круглосуточной подачи горячей воды в наших объектах. Поэтому мы движемся. Как я говорил на одном из ваших эфиров, что было тяжело в свое время убедить депутатский корпус о необходимости выделения этих денег на проведение энергоаудита. Но уже сейчас мы неоднократно убедились, уже скептиков в нашем районе не осталось, что это действительно была правильная работа сделана. И плодами, которыми будем пользоваться еще не один год. Я так понимаю, что и другие регионы нашей страны, не говорю об области, возьмут на заметку ваш опыт, когда нужно сначала вложиться, немного потерпеть, поработать и затем получить результат в виде довольно-таки внушительной экономии. Вы знаете, как ни странно об этом звучало, но мне достаточно часто приходится говорить о том, что это не зря потраченные деньги и результаты действительно стоят. тех средств, которые это стоит выделить. Вроде бы на словах все соглашаются, но на практике я вижу очень мало примеров, когда кто-то пытается следовать тому же самому пути. Опять же, здесь мы можем оставить вопрос открытым, почему так происходит. То есть, речь о том, что стратегически как-то планировать, да, и смотреть на несколько лет вперед, еще пока не научились, даже вот в современной Украине, я имею в виду той Украине, в которой я живу последние несколько лет. Не говорю о последних 26 годах. Знаете, опять же, здесь это может быть темой даже отдельного разговора, потому что это очень темносложная. Несмотря на то, что у нас в стране об энергоэффективности говорят все, начиная от президента, премьер-министра, заканчивая главами областных государственных администраций, мы видим, что на местах эти вопросы не настолько форсируются и, мягко скажем, результатов, таких, которых можно пощупать и посмотреть, крайне мало. Я не говорю, что их нет, но та динамика, которая, казалось бы, должна быть в стране, которая еще несколько лет назад была абсолютно зависима от поставок энергоносителей от нашего нынешнего врага, казалось бы, эти процессы должны происходить намного быстрее. В нашем случае у нас проблема газа не стояла. У нас стояла, прежде всего, проблема найти те средства, которые мы просто зря тратим и те резервы, которые мы могли бы сэкономить. Так как мы один из самых неблагополучных в плане экономического развития районов, мы искали не там, где можно, прежде всего, заработать, там, где можно сэкономить и, соответственно, сэкономленные средства перенаправить на развитие. Мы теми энергоэффективности обязательно посвятим в один из следующих эфиров. Главное, какую картину мы имеем на сегодняшний день, в случае резкого похолодания в Савранске район не уйдет какой-то ступор, у руководства района есть чем встречать холодную осень. Нет, я вам сказал, закрома полностью забиты, есть и дрова, и есть уголь, вовремя сработала и система образования, и здравоохранения, поэтому я думаю, что детям в садиках и в школах будет тепло, и даже низкие температуры не повлияют на учебный процесс, а нашим медикам ничего не помешает качественно обслуживать наше население. Александр, спасибо за то, что уделили время нашему, нашей программе. Приходите еще с хорошими новостями и с полезной информацией. Был рад вас видеть. Благодарю вас, все доброе. Оставайтесь на репортере, берегите себя. С вами был Виталий Хемий. До новых встреч в эфире.